Остается только поздравить с этим событием иллюзиониста, он ныне занимает должность директора ЧАТРК Грязный Чингиза Ахмадова. Принимай наши поздравления, чьи YouTube облегчил тебе твое время. А вы жалуетесь на американцев, на Google, все недовольны, а они о вас думают. То они ходили с этой линейкой, замеряли усы, сколько там миллиметров они у тебя, их нельзя было брить, они не принадлежали тебе, они были государственные у нас усы. Кстати говоря, YouTube вводит сейчас ноу-хау, ну точнее решили они отказаться от дизлайков. То есть это не значит, что у вас не будет кнопочки дизлайк, но теперь вы не будете видеть количество дизлайков. Вы сможете поставить дизлайк на видео, но вы не будете видеть сколько человек поставили дизлайк. Это будет видеть только автор канала. И наконец-таки появилась возможность у ЧГТРК Грязный отпустить этот вопрос и не скрывать лайки и дизлайки. Теперь ЧГТРК Грязному не нужно будет ничего скрывать, потому что дизлайки мы так все равно не увидим. Мы теперь увидим только количество лайков на видео. А так как дизлайки не видны, то их и скрывать смысла нет. Ну что, остается только поздравить с этим событием иллюзиониста, он ныне занимает должность, директора ЧГТРК Грязный, Чингиза Ахмадова. Принимай наши поздравления, твоя работа стала легче, YouTube облегчил тебе твое время. А вы жалуетесь на американцев, на Google, все недовольны, а они о вас думают. Почему за бороду уже не дергают силовики, лет пять назад за нее доставляли в отделы, ставили на учет, в том числе и ты, кому доставили проблемы? Ну, если быть точным, то уже семь лет назад, шесть-семь лет назад. Я не могу точное дать определение, почему это произошло. Некоторые товарищи здесь, конечно, сказали бы, то есть, если бы я был как они, то я бы сказал, да это я это сделал. Но на самом деле нет, я не знаю, что на них повлияло, но в какой-то момент именно вопрос вот этих вот бород, они его как-то отпустили. И наоборот, сами все стали носить бороды, это стало их визитной карточкой. Почему? То они ходили с этой линейкой, замеряли усы, сколько там миллиметров они у тебя, их нельзя было брить, они не принадлежали тебе, они были государственные у нас усы. Бороду нельзя было носить на фоне сбритых усов. А сейчас что-то вроде как, смотрю, и усы сбривают. Короче, как-то отпустили они этот вопрос. Тумсо, это твоя заслуга, что нам разрешили носить бороду 100%, спасибо тебе, не, это неправда. Это неправда. Я же говорю, здесь, если следовать примеру некоторых людей, это они любят любые вещи выдавать за свои заслуги. Но я-то понимаю, что это не моя абсолютно заслуга. И у меня нет ответа, я не знаю, почему они это сделали. Может в какой-то момент просто бывает, прикололись этого, Аллах как-то вот поменял сердца этих людей. И изменил ее взгляд на бороду. Асалам алейкум. По статистике в Норвегии, больше половины детей, которых насильственно отнимали у родителей, становились наркоманами, алкоголиками или кончали жизнь самоубийством. Об этом замалчивали. Алейкум асалам. Мне, честно говоря, незнакома эта статистика. Я не знаю, как там обстоят дела. Но в плане суицида, эти страны Скандинавии, они всегда были как-то в топе, так скажем. Здесь часто кончали жизнь самоубийством. И даже вот этот витамин D, я где-то читал эту статистику, что после того, как был открыт витамин D, количество самоубийств очень сильно уменьшилось. Именно здесь, в скандинавских странах. И в Норвегии даже есть такой мост, который называют мостом самоубийц. Оттуда очень много людей сбрасываются ежегодно. В общем, такая проблема есть. Но вот насколько это связано с теми, кто был отобран и воспитывался в семьях. Но это же, в целом, это объяснимо. Это же стресс для ребенка. Это трагедия для родителей, для детей. Там и родители могут как бы и спиться, и наркоманами стать, и суицидниками стать. И вообще крыша может съехать. У детей то же самое. Понятно, что их приемные родители, кто бы что бы ни говорил, они не будут для них, в большинстве случаев, они для них не будут хорошими родителями. В большинстве, я подчеркиваю, не значит, что всегда и везде. Конечно, есть исключения. Где-то бывает, что приемные гораздо лучше родных. Это какие-то исключения. Но правило оно таково, что родные родители, они всегда лучше для ребенка, чем приемные. Бамутские авиалинии. Ассаламу алейкум, брат, ва алейкум ассаляму арам. Бамутские авиалинии. Вы не попали, не попадаете под санкции США и Европейского Союза? Сейчас я читал, что Европа и США готовят пакет санкций в отношении аэрофлота. И даже Turkish Airlines, говорят, в эту тему, как-то попали. Не знаю почему. Возможно, потому что они работают с Беларусью, летают туда. И, возможно, эти беженцы, которые сейчас штурмуют польскую границу, они, возможно, прилетают в Беларусь авиакомпанией Turkish Airlines. Поэтому, наверное, ее пытаются тоже пустить под эти санкции. И, я надеюсь, Бамутские авиалинии не коснутся эти санкции. Любая империя падает рано или поздно. Как считаешь, какой ряд событий должен произойти, чтобы РФ не смогла удержать свои республики? На самом деле, это такой круговорот, знаете. Одна империя падает, другая появляется. Эта падает, следующая появляется. Нельзя сказать, что все империи, они вот как бы исчезают, и вообще мир скоро будет без империй. Не так. Просто они как-то видоизменяются, они принимают другой облик. Но они все равно существуют, эти империи. Да, действительно, многие империи пали. Очень мощные. Казалось, что они никогда не падут. Настолько они были мощные. Но они пали. Появились новые. Они тоже сейчас очень мощные. И тоже кажется, что они никогда не падут. Но и они тоже будут. Появятся ли новые? Думаю, да. И новые опять будут появляться. И это будет такой постоянный круговорот до судного дня. Салам алейкум. С начала 90-х началась война в Чечне. Потом Эмарат-Кавказ. А дальше ноль. Все наше сражение это блогеры, болтовня, продвижения практически нет. Никто из вас не говорит об этом. Почему? Алейкум ассалям. О чем он не говорит? Расскажите нам, о чем нужно говорить, о чем мы не говорим. Может быть, мы и не будем об этом говорить. Сейчас у нас нет каких-то других инструментов. Поэтому мы говорим. Потому что сейчас мы можем только говорить. И это важно сейчас говорить. Если вы знаете какие-то более эффективные методы. Или вы знаете, что нужно говорить о чем-то, о чем мы не говорим. Подскажите нам. Расскажите. Может быть, вы более осведомлены в этой теме. Но лучше всего было бы, если бы вы показали хороший пример. Самое лучшее наставление это хороший пример. Лучше взять и сделать так, как надо. А я увижу это и подумаю. О, маше Аллах. Вот это то, что надо. Надо мне тоже так сделать. Это будет и лучшим наставлением для меня. Брат Тумсо, если будет возможность отказаться от российского гражданства, ты откажешься? Конечно, гражданин Чичкерри, я конечно откажусь. Но, к сожалению, у меня не будет такой возможности. Потому что я нахожусь в розыске. На меня ведется уголовное преследование в России. А человек, в отношении которого ведется уголовное преследование, ему не дают отказаться от гражданства. Поэтому, к сожалению, в моем отношении это не работает. Но я бы это, конечно, с удовольствием сделал. Это бы и многие вопросы, и многие проблемы мои, связанные с Россией, с этим гражданством, эти проблемы бы мои решились. Но, учитывая, что эти проблемы у меня решатся, они, конечно же, мне не дадут этого сделать, чтобы не способствовать решению моих проблем. Субтитры создавал DimaTorzok